За отчетный период по сравнению с прошлым годом отмечен рост преступлений в округе на 3%. Объясняется, это не только ростом количества правонарушителей. Сами сотрудники стали работать лучше и чаще выявляют преступления. Есть еще один положительный момент в работе. Значительно снизилось количество особо тяжких преступлений. Преступлений против личности, краш и грабежей. Это те направления, которые больше всего сталкиваются гражданами, которые проживают в нашем округе. За счет чего у нас произошел рост? За счет того, что по экономическим направлению преступления по полугодии выявлено 26,5%. Не обошли на пресс-конференции стороной вопрос об исполнении закона Приморского края, регламентирующего продажу алкоголя. В Уссурийске время X, когда продажа алкоголя запрещена, наступает в 10 часов вечера. Однако не все торговые точки следуют требованиям закона. К сожалению, торгуют. Мы эту направлению работу проводим, выявляем данное направление административного правонарушения. И при этом мы направляем на Приморской лицензионной палаты сообщение о том, чтобы лишить их лицензии. Радуют показатели работы по выявлению преступных группировок. Так, буквально недавно была задержана организованная преступная группировка, которая занималась распространением курительных смесей спайсов. А вот исполнение антидабачного закона по-прежнему остается проблемным. Альтернативы у курильщиков практически нет. Мест для курения очень мало. С каждым направлением работа проводится. Цели направлены именно искать людей, которые курят, ну так как его нету. Поскольку основное направление работы проводят службы участковые и патронно-постовые службы, которые несут на улице свою службу, скажем. И мимо, если увидят нарушение, не проходит никто. Отрадный показатель снизилось количество угонов автотранспорта за 2014 год. Магомед Терчиев выразил особую благодарность бдительным жителям округа, которые часто становятся ключевым звеном в раскрытии преступлений.